Друзья, всем привет! Давайте поговорим о новых ядерных угрозах Путина. Он снова трясет своей ржавой ядерной боеголовкой. То, что она ржавая, увидел весь мир от взрыва его Сармата. Но он продолжает это делать. Почему именно сейчас и что происходит, и одновременно что происходит в США, и почему эта проблема. В общем, сейчас расскажу об этом вам. Не забудьте подписаться на канал, жмите кнопку лайк, палец вверх, комментируйте. Итак, Путин вчера провел совещание Совета Безопасности по ядерному сдерживанию. Так этот формат у них называется. Больше года он не проводил подобных совещаний, провел его именно вчера. Но тут не нужно быть большим экспертом, чтобы понять, что проводил он ее как раз под Генассамблею ООН, которая сейчас происходит, под поездку туда Зеленского, под обсуждение ударов в ГУП России. Собственно, на это он давал ответы и включал свой шантаж. Ну, главное, что, собственно говоря, сказал Путин. Ну, во-первых, значит, что вот они собираются, и у них есть видение. Ну, в общем, послушайте. Связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Наряду с военной доктриной, это документ, в котором официально определена и детализирована ядерная стратегия России. Прежде всего, зафиксирован базовый принцип применения ядерного оружия, а именно использование ядерных сил – это крайняя мера защиты суверенитета страны. Ну вот, вы слышали, крайняя мера защиты суверенитета. Дальше он говорит, ну, крайняя мера, ну, такая крайняя. Дальше он начнет, уже говоришь, она не очень-то и крайняя. Дальше он говорит, что вообще ядерка – это самое главное, самое важное. Сегодня ядерная триада остаётся важнейшей гарантией обеспечения безопасности нашего государства и граждан, инструментом поддержания стратегического паритета и баланса сил в мире. Вместе с тем, мы видим, что современная военно-политическая обстановка динамично меняется, и мы обязаны это учитывать, в том числе возникновение новых источников военных угроз и рисков для России и наших союзников. Ну и вот теперь он переходит к сути, значит, что они вносят определенные изменения в правила использования и возможность использования ядерного оружия, в свои подходы к его использованию. Послушайте. Работы предложено внести ряд уточнений в части определения условий применения ядерного оружия. Так, в проекте основ расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводятся ядерные издерживания. Дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного издерживания. А что же за изменения? А вот такие изменения, что, мол, если Россию атакует не ядерное государство, читая Украина, но с поддержкой ядерных государств, ну, тоже понятно, США, Великобритания, Франция, то это тоже дает возможность России уже использовать ядерное оружие. Ну, знаете, такой не намек, ничего, просто банальный такой шантаж в стиле этого КГБшника. Послушайте. На что еще особо хотел бы обратить ваше внимание. В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российский. Опять он пытается напугать, и вот, собственно говоря, этому посвящено. Дальше он даже и рассказывает, чего конкретно он боится, и, значит, мол, на что может быть ответ. Мол, если полетят БПЛА, ракеты и прочее, и воздушные, значит, цели, ну, в общем, послушайте его. Фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы, имея в виду самолёты стратегической или тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты. Оставляем за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии, как участника союзного государства с белорусской стороной, с президентом Белоруссии. Все эти вопросы согласованы. В том числе, если противник, используя обычное оружие, создаёт критическую угрозу нашему суверенитету. В завершение отмечу, что все уточнения являются глубоко выверенными и соразмерными современным военным угрозам и риском в отношении Российской Федерации. Давайте приступим к работе. Слово министру обороны Андрея Ромыча Белоруссова. Ну, ядерный шантаж во всей красе. Он к нему прибегает регулярно. Сейчас он прибег к нему в связи с тем, что я вам рассказал. Потому что он переживает об этом визите и о том, что происходит сейчас в США, о том, как могут ли дать Украине возможность бить в углы по российской территории, о том, какое оружие нам будет дано. И включает опять ядерный шантаж. То, что его эта ядерная боеголовка супер ржавая, увидел весь мир. Потому что на испытаниях его этой чудо-ракеты «Сармат» она никуда не полетела, а взорвалась прямо в своей шахте. Посмотрите видео. Ну, вот вы видели, что осталось от шахты на полигоне их в Архангельской области. Ну, в общем, «Сармат» смог уничтожить только шахту свою. А должен был уничтожить Вашингтон, Берлин, Лондон и так далее. Но пока не совсем так у них пошло. Но все-таки это ржавая боеголовка у него есть. И он опять ею трясет. Параллельно в США, о которой мы коснулись, там, к сожалению, у нас проблемы. И там скандал в связи с тем, что республиканцы возмущены форматом проведения визита Зеленского. Считают, что он фактически проходит в поддержку демократов в их разгаровых выборов. Я записал об этом видео. Кто не видел, посмотрите. Ссылку оставлю в описании. Но в целом, скажу вам, это очень, конечно, плохо. Параллельно сейчас начнется встреча Зеленского с Байденом, где он представит план перемоги, план победы Украины. При этом Wall Street Journal уже пишет, что американцы не впечатлены этим планом. Ничего нового там не увидели. В общем, громкое название. Ну и пока, похоже, за этим громким названием, возможно, особо ничего нового нет. Все это выглядит нехорошо. И это ослабляет наши позиции значительно и очень повышает наши риски перед предстоящими в США в начале ноября выборами. Мы должны держаться как можно дальше от внутренней американской политики. Вот вообще, как можно дальше. Потому что она непредсказуема, а мы суперзависимы. Без американской помощи мы проиграем. Все очень просто. Поэтому потерять ее мы не имеем права. Друзья, держим строй.